Приветствую вас. Первое, что я хочу вам сказать, это то, что такой вопрос, какой вот вы задаете, я бы рекомендовал перенаправить в раздел «Эзотерики». Вот, там вам, ну, могут более детально подсказать именно, что это означает, что означает тот паз, который бабушка рисовала руками, да, и так далее. То есть это, ну, самое лучшее, что в этом случае вы можете сделать именно вот для, ну, для понимания причин ее поведения такого. Вот. С точки зрения психологии, я полагаю, что вам можно ответить примерно так. Так, бабушка по ей одной видимой причине посчитала вас, ну, вероятно, знаете как, человеком, живущим в несчастье. Вот. То есть одна признается, другая скажет, это может означать то, что она посчитала, что вы можете обманывать двух женщин, например. То есть, ну, могли обманывать двух женщин, и, значит, соответственно, это приведет вас к чему-то плохому. Вот. По мнению этой самой вот бабочкам. То есть видела она то же, что и видят, как правило, люди. То есть видела она некую ауру вашу, которую она посчитала для себя важной. И видела она некую ауру, которая ей показалась не очень хорошей, ну, как бы вот, с вашей стороны. И постаралась она вас предупредить так, как могла. Стоит ли, стоит ли ей верить? Стоит ли верить тому, что сказала эта бабушка? Нет. Верить этому, пожалуй, не стоит, потому что, скорее всего, она сама не до конца понимает, что именно говорит, не до конца понимает, что именно она видит. и, соответственно, вряд ли она отдает себе отсчет, адекватный отсчет в том, что происходит. И поэтому нерационально, с точки зрения психологии, да, верить в подобные вещи. Вам, в свою очередь, просто я бы рекомендовал подумать над тем, что именно в вашей жизни может происходить. Такого, вот, ну, ну, не очень, не очень хорошего, да, что в вашей жизни может происходить. Такого вот, что можно интерпретировать подобным образом. И, соответственно, если есть возможность, то я бы рекомендовал вам что-то постараться исправить, поменять, если угодно. Вот. А может быть это, ну, будет для вас чем-то хорошим. Только не стоит этому придавать излишнее значение, да. Потому что, как мы уже сказали, бабушка, она, ну, не совсем отдает себе отсчет в том, что говорит. Но, у этого есть важный один момент. У этого есть момент такой, что вас это задело. То есть вас задело то, что увидела или могла увидеть эта бабушка. И, соответственно, и, соответственно, хочется вам задать вопрос. Что именно вас задело вот в том, что вы, значит, увидели в том, что вы услышали? Что вас толкнуло написать нам? Какие-то смутные переживания? Может быть, какие-то смутные, смутная тревога? Может быть, еще что-то? Вот, понимаете, если что-то такое у вас есть по ощущениям, именно внутренним, то я рекомендую с этим подробнее немножечко поработать. Я рекомендую посмотреть на это немного повнимательнее, потому что за этим действительно могут открыться реальные переживания. И, соответственно, если это действительно так, то эти реальные переживания стоит зафиксировать и, соответственно, разобрать. И после разбора, возможно, вам станет понятнее то, что происходит, и вы уже не будете, может быть, так сильно тревожиться и вас не будет задеваться. Стоит также сказать еще и то, что многие люди, очень многие люди часто проецируют. То есть, вот, например, бабушка эта, она проецировала на вас свои какие-то переживания. То есть, может быть, у нее, у самой, да, что-то связанное с ее детьми, например, с ее родными, ее близкими. Может быть, может быть, вообще с ней саму. Она это все проецирует на вас. Поэтому здесь стоит ориентироваться исключительно только на себя, на себя самого, на свои переживания, на свои чувства. И если то, что произошло, вызвало у вас тревогу, то, соответственно, бабушка попала куда-то в точку, куда-то в важную часть вашей психики. И сама того, возможно, не осознавая. И, соответственно, вам это нужно продолжить, чтобы это перестало быть у вас в подсознании и стало фиксируемым объектом. И тогда вы сможете уже корректировать свою жизнь так, чтобы в следующий раз ничего подобного не было. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.